Как мы быстро соединились в этот раз. Ну, слава Богу. Вы вместо каких-то букв там поставьте свою фамилию, имя. Я не знаю, кто звонит. Какой-то блеонник или еще там, не пойму даже. Хорошо, я поставлю. Имя и фамилия, как у меня, чтобы понятно было. Мы же христиане. Я слушаю вас. У нас все записывается. Вы не против? Нет, нет. Что мы в интернет все выставляем? Я слушаю вас. Говорите. Игнать Тихонович, значит, пользуюсь случаем, потому что знаю, что вы на следующей неделе уже покинете. Не на следующей, на этой. Суббота у меня уже не будет здесь. Десятого. Я говорил, десятого. Это мой день рождения у меня, как раз. Неделя-то не наступила еще. Как наступила? Первый день недели. Сегодня. Ну, я имею в виду по-светскому. С понедельника начинается. Я вот, кстати говоря, вот у меня и вопрос-то первый-то был по поводу дня субботнего. Вот у евреев день субботний, это седьмой день, правильно? Правильно, конечно. Вот. У нас день субботний как-то стал шестым днем. Или нет? Или это так же седьмой день? Каким шестым-то? С шестым днем совпало у мусульман. Пятница. То есть у нас воскресенье это первый день недели, правильно? Первый день или восьмой. То есть получается, а почему тогда, как вот это совместить у нас? Зачем тогда понедельник? А зачем называется понедельник? Потому что то, что у нас называется сегодня недели, по-славянски называлось седмица. А недели назывался как раз последний день. И понедельник, то есть за неделю, в воскресенье слово выщеркните, допишите неделя. Ему название такое было. Понедельник, то есть за ним следующее. А вторник второй. То есть, как бы получается, что теперешний в светском календаре понедельник, это вторник на самом деле. Ну, второй день, правильно? Ну, как, зачем нам это светское-то тут путать? Они как хотят. Они пятидневку хотели сделать, задушить в советское время-то. Мы знаем, что Господь говорит, створю все новое. Творю. А что он в первый день сотворил? И мы считаем, что он сотворил в первый день. Да будет свет. И Бог сказал. И сегодня Он сказал, какой свет? Троица святая. Свет Духа Святого воссиял над миром. Все новое. Там творил человека из плоти, а здесь человек духовный по образу Христа. Как в Адаме все умирают, во Христе все оживут. Вот почему суббота имела прообразовательный смысл в воскресении. Бог почил от всех дел. А когда у нас Христос почил? В воскресенье воскрес. В пятницу и субботу он был в преисподних местах и проповедовал. И которые субботу празднуют, они бессмысленные люди, ничего не понимают. Ну да, я вот это хотел сказать, чтобы это прозвучало. Потому что многие люди не понимают, что воскресенье у христиан первый день, а не последний. В седмице, в седмице. Он первый день был, всегда и остается. И поэтому первым днем он творит свет, я говорю еще раз. И поэтому в Новом Завете Господь творит свой свет. Я свет пришел в мир. Господь говорит о себе. И поэтому он... Вот сегодня Дух Святой как раз входит. Воскресный первый день, воскресенье, Пасха воскрес. То есть куда ни возьми, везде на воскресенье. И Павел-то об этом говорит в первый день недели. Собирайте там милостыню и прочее. Да. Хорошо, Игнат Тихонович. Тогда вот я хотел спросить. Слушал недавно вашу беседу с Сергеем Козловым. И он рассказывал о фильме документальном, который собирались снимать. Вот у меня вопрос, то он вышел этот фильм или нет? Не знаю. Так это давно ли было-то? Да уж года два, пожалуй. Но у него я что-то не нашел. То есть пока, видимо... Я не знаю, он не сообщает, а я как-то не люблю интересоваться. Могу спросить, но как-то даже неудобно. А, ну ладно. Ему не давать, он так переживает, он страдает ужасно. Ну да, если бы вышло, то появилось бы. Конечно. Когда нет, значит. И за его роликами я слежу и от корки до корки стараюсь прослушать. И с кем бы он ни беседовал, он умнее всех, прозрительнее. Священники, которые с ним беседуют, а они далеко-далеко от него, там где-то в стороне стоят. Не, мне, конечно, удовольствие его слушать, особенно я последние дни, вот знаете, чтобы видео мне не смотреть, а что-то заниматься и слушать, я переконвертирую это видео в аудио и слушаю так. Ну вот ваши беседы с ними или с кем-то он там беседует, вот, чем-то занимаешься, там картошку чистишь и слушаешь, и нормально хорошо. Вот, и тогда у меня третий вопрос по поводу, вот если я не ошибаюсь, апостол Иоанн говорит о том, что рожденный от Бога больше не грешит, правильно? Так написано. Вот. А вот вопрос тогда возникает какой? Что апостол имеет в виду, вот, зачем тогда нам необходимость исповеди, необходимость причастия, вот если человек уже не грешит, если он рожденный от Бога, он не грешит, зачем исповедь, зачем причастие надо? А вы батюшкам задайте этот вопрос. Они исповедуют, а я не исповедую. Ну, вы же ходите на исповеди, на причастие. Мы ходим на исповеди, да, и все, грешное, многогрешное. Это по природе. Даже за собой ничего не знаем, мы этим мне правилам говорим, я ничего за собой не знаю, но тем не оправдываюсь, Бог мне судья. Вот та шкала, на которую мы смотрим. А умышленно, что мы делали, что мир называет грехом, мы не грешим, мы этого не знаем. Человек пил, теперь не пьет, ругался, не ругается, жил, был жадный, теперь щедрый. У него ничего того нету. Ну, рожденный от Бога, он не грешит, не грешит тем, что и мир понимает в грехе, и не грешит умышленно. Нигде нету, ну, бывает нечаянно. На днях я сказал неправду, но я попросил прощения. Сказали, время перевели, я не расслышал. И на день, сейчас человек пришел позже. Ну, ничего нет, на службу опоздал только. Ну, сказал-то я ему, а мне сказал другой. А проверить они, даже подумал, что проверять-то. Была у нас разница с Москвой на три часа, а сейчас на четыре. Они путают, они меня запутали. Ну, ведь нельзя же все равно, вот, таинство в какую-то игру превращать. Нельзя, нельзя. Какая игра со страхом и трепетом? Что вот это мы какую-то формальность. То есть, ну, я смысла исповеди вижу в чем. У человека что-то болит, ну, как бы он понимает, что он грешен. Если он понимает, тогда ему есть смысл исповеди. А если он, как бы у него нет осознания, что он грешен, ему, как бы, зачем туда ходить-то, что-то делать-то на исповеди. Взяли критерии, это очень ненадежно. А если он не хочет? Да есть человек сожженный в совести. Ему плюют глаза, он говорит, божья роса. Он бессовестный, сожженный в совести. А его совесть не мучает, он на исповедь не идет. Мы поставили правило, если на исповедь в течение года не ходит, выходит соглашенными, он сгорел. Головешка одна. Нет, это я согласен, да. Мало что я не ощущаю, это вовсе не значит, что я не грешен. Мы молимся Иисуса в молитве. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И это тысячи поклонов. Помилуй меня грешного. В молитве самой заключено это. И Отче наш, говорится, Сущий на небесах. И мы так сознаем себя грешниками. Прости нам долги наши, как и мы прощаем. А какие мы? А то ли прощаем, то ли не прощаем, то и он нам не прощает. То есть мы все время по лезвию ходим. Грешно умышленно, мы не грешим. Нет этого. И люди, которые смотрят за нами со стороны, они нас считают негрешниками. Но это их какое измерение? Ну потому, что считается грехом. А нас Бог судит по мышлению намерение сердечное. Я отдал все. Павел говорит, тело на сожжение. А любви не имею, я ничто. Все имение раздам. Кимвол звучащий. А мир-то этого не знает. Смотри, как Лужков много. А жена-то у него Батурина, это самая богатая женщина в России. Но от этих миллиардов-то она там миллион какой-то дала, и теперь его восхваляют. Я понимаю, американский он один. Он 67 миллиардов долларов, долларов пожертвовал на благотворительное. Больше его никто не жертвовал. Ну, конечно, он не руками заработал. Если бы он работал как плотник, или печник, или землякоп, где бы он заработал-то? Ясно, что-то как Дональд Трамп дома брал, определял, когда, что будет. И в это время, конечно, надо быть умным человеку, чтобы это знать. Я вот вообще не понимаю это. Вот интересно, как один человек разбогател, я слышал. Маленько что-то где-то я, может, недорасслышал. Ну, рыба такая, и в оси есть. И вот она прекратилась, ее нету. А работали артели, там многие были сейнеры, специально банки делают. А его нету, они выходят, весна нету. Вторая весна выехали, нету. Ну, что, рабочим платить надо. И все компании разорились. А разорились, теперь за бесценок все продают. И один нашелся человек, он кредиты берет и покупает. И корабли, и все, что продают. Ему говорят, зачем, он говорит, да-ка рыбу ловить и в оси. Да-ка и в оси, она, говорит, кончилась. Где-то кончилась. А он ихтеолог. Он рассчитал, что она придет через 7 лет только. И путь ее рассчитал, ее нету. Она еще ни икру не метала, он ее путь рассчитал. И уже заранее выехал туда на кораблях. И полные сети. И он только один на рынке. Ты любую цену может. А они любят эту рыбу. Во всех положениях. Там и вареное, и тушеное, и копченое. И он мгновенно сделался там каким, миллиардером или кем. Надо быть умным. И он не воровал ничего. Купил свои корабли, свои банки, свои рабочие. Он вызывает уважение. Вот китаец писали тут один. Что-то он там делал. Сейчас я не знаю. В угольной, кажется, промышленности. Ну, какой-то комбайн придумал. И разбогател. А он из деревни. И он вернулся и к этим крестьянам и говорит. Как вы бедно-то живете? Он говорит, а где еще тут? У меня два мешка бобов. У меня мешок кукурузы, уже богатый считается. Он говорит, а если вас выселить из домов, то как выселишь? Так, а вы знаете, что я разбогател? Ну, слышали. Так вот, я хочу вас переселить. Там шатры пока вам дам, какие-то палатки. Вы поживите маленько. А я сейчас там из Пекина, Гонконга, везде найму рабочих. Сделаем улицы настоящие, водоемы, купаться, сауны. И построил большую деревню, мне кажется, двухэтажную. И всех их переселил бесплатно. А зеленил, все сделал-то. И сидит такой, согнулся, как будто он ни при чем. Вот это я понимаю. Да, вот, Игнат Тихонович, можно... Вот, я свое такое, ну... Вы меня поправьте, если я не прав. Вот по поводу греха, совершения греха. Вот, понятно, что когда мы имеем в виду, вот, не пил, там, не убивал, не крал. Мы имеем в виду, вот, это внешнее проявление греха. А когда пришел Христос, он говорит, не просто не убей, это, не убей, а вот в сердце, то есть не возненавидь. И вот там или не просто не прелюбодействует, а в мыслях даже не желая. И вот, то есть, как бы разница в том, что Ветхий Завет, он как бы, вот, как детоводитель ко Христу, вот, как этот светильник, как все филак толкует. Когда свет, день настал, в светильнике уже нету такой нужды, и поэтому здесь уже Христос обращается к нашему сердцу. То есть, здесь уже ему важно наше сердце, вот, помыслы, ну, что я имею в виду помыслы, вот, не просто там, понятно, что мы христиане, мы не грубые, грубые язычники, не грубые ветхозаветные люди, мы это все не делаем. Но Бог дальше смотрит, что у нас внутри, как бы, там происходит. Не возгордился ли, не возненавидел ли, там, еще там, то есть, вот, может быть, так еще это стоит понимать. Конечно, только так и надо понимать. И с этой позиции-то, кто за собой уследит? Вот поэтому мы не грешим, но есть такое, которое грехом-то не называется, а Господь его выше греха ставит. Ненавидящий брат, а есть человека-убийца, уже кровь капает. Прелюбодейся в сердце, сердце, сын мой, отдай мне. И поэтому с этой позиции я грешный и супергрешный. А по мерзким меркам меня никто не может судить, но я думал, я посмотрел, ну и что? Какой закон-то? Ни в одном государстве за это закон не судят, а у Бога другая шкала. И по тому закону мы всегда даже идти на исповедь, что Бог мысли направил в нужное русло. А мы не грешим, не грешим. У нас за нами ничего нету. Я вот иду на исповедь, я ничего не перечисляю, у меня нет ничего. Я встал, молюсь, с днем поработал, опять молюсь. У меня ничего нету, вообще ничего нету. Но перед Богом я грешный, многогрешный. Я каждый день прошу Бога прощения, иду на исповедь. И тогда говорю, в ведении, неведении, в уме, в помышлении, в воде и в ночи. Ненависти никому у меня нету. Нету совсем. Зависти никогда я и не знал, что такое зависть. Серебролюбие я вообще не понимаю, что такое. Меня Бог... Это мне награды за это не будет. Я с этим не боролся, просто нету. Нету. Такое воспитание получил, никогда не завидовать. Никогда не роптать. Но перед Богом-то намного выше шкала стоит. И перед той, перед божественной планкой-то, я мезгирь, козявка, виноват. Через земной. Ну вот это как раз, наверное, не случайно. В молитвах, в молитвословах мы спрашиваем прощения как вольных, так и невольных. Которые не по-нашему. В уме и в помышлении, в воде и в ночи. Во вся дни. Якоб лак ты и человека любишь. Прости и помилуй. Тут я могу сказать только, прости, Господи, и головы не могу поднять. Я грешен. А ни перед законом, ни перед кем, я ничего, нигде руку не протянул к чужому. Своё раздал. А перед Богом-то всё по-другому. Он, говорит, в ангелах усматривает нечто. Да. А вот интересно, Игнать Тихонович, вот у вас я как-то слышал, вы Достоевского называли пророком. Да. Вот. А вот, наверное, нельзя же то же самое сказать, например, про Толстого. Нельзя. Потому что совершенно два разных типа писателей. Вот тот был православный, а этот Антихрист, самый настоящий. Он Бога, как существо, которого можно молиться, не признавал. Ветхий за это отвергал. Непорочное зачатие Девы отвергал. Воскресение Христа отвергал. Он еретик. Его анафеме надо предавать было. А вот, кстати говоря, как там это вот дело-то обстояло с текстом? Его на самом деле анафеме предали или просто что-то написали против него? Ну, если по Куприну, то предали анафеме. А если слушать по его сестре Марии, которая была там и на Кине, и молились оптинские старцы, Анатолик, то она пришла когда помолиться. Говорит, в келейной молитве вы можете, а так нет. Судя по всему, было. Но сегодня церковь отрекается. Ничего, говорит, этого не было. Ну, если не было, и не было. Мне зачем доказывать? Я знаю, что его надо было опубликовать и отлучать. То считается православным. А если Бога нет, ему какая разница? Ему еще так беспокоиться-то? Ну, да. Меня вот сколько раз грозились отлучать и епископы. Всякое бывало-то. Но тронуть, бояться, бояться, я знаю, к какой причине. Ночью грозное видение, и ангел показал меч, башку, говорит, отрублю сразу. И они сразу попятились. Я говорю, и как он тебе показал? Ну, прямо меч, и ты поверил, поверил. Ну, считай, что на мне это было. У меня сколько таких было? Ни один, ни два. Вот только на днях было. И самый сильный поноситель недавно вышел на покаяние. Ну, покаяние такое, только на словах. Я вижу, но все равно, я говорю, ладно, Бог простит. Он поносил и сатаной, и как только не называл. То есть совершенно бешеный. Но, однако, все ушло, и теперь только молиться друг за друга. Он говорит в конце, ты веришь, что я говорю? Конечно, нет. Как тебе верить можно? Ты столько пакости говорил. Если я что-то сказал. Ты что сказал-то ты? Ты же на такой претень городил, что мимо не пройдешь. Из одного терновника. Ну, и все на этом. Разговор закончился. Мне зачем его преследовать или что-то? Я сам грешный. Вот я занимаюсь где-то с людьми. Ну, и там с голубями, с собаками-то. Ну, и бывает, первый раз начал заниматься, а собака непородистая. А мне-то все равно обидно, что непородистая. А он на соревнованиях первое место занимает всегда, и все. Непородистая-то. Вот который сегодня чемпион, они моей собаке-то в подметки не годились. Она след брала. Многочасовой след. И она под следу могла найти самостоятельно. Одна бежит, там кричит, сидит. Я же не вижу, где она ночью бежит. Она бежит, преступник побежал по кладбищу. А там за ним бегать, падать. Я бегу по дорожке, а собака там бежит. Я ей кричу, я не вижу, где она. Фонарик сзади, его не видно. У нее светящийся здесь. Я кричу, сидеть. А не вижу, где она, впереди нет. Но я не знаю. Она бежит с поводком. Я кричу, сидеть. Я знаю, она села. Я кричу, голос. И она залаяла. Ага, она впереди меня. Сидеть. Я добегаю вперед. И она опять по носу. Если только она нашла, там он бросил папиросы, она тут же хватает и мне подносит. И опять след берет, бежит дальше. И он прошел два раза речку. В одном направлении пришел. Там по воде шел. А потом обратно. Она все равно след взяла этот. Взяла. И он прибежал на ранжирный парк, где вагоны ремонтируют. И там бетонный колодец и железная крышка. И он под крышку туда залез и закрылся. А она добежала до крышки. Стала ногами, давай скрести и лаять. Ну все, автоматами со всех сторон. Вылазь. Падаль вонючая. Все, теперь. Вот и пошли назад. Я знаю, что это такое. Я занимался в уголовном розыске. Что они возьмут? Да где вы не были? Ну где я не был. Я был где. Вот я был переплесчик-реставратор старинных книг. Через мои руки прошли книги, которые знаменитые писатели в руках не держали. Я отреставрирую, она как новая. И он даже не узнает, что. Там дописать, листики эти подчесать, втереть где-то. Ну то есть реставрация книг. Я в общей сложности где-то переплел примерно 3 тысячи томов. Вообрази. А иной том требует около 2-3 недели на ним сидишь. Я день и ночь работал где-то. Ко мне государственные машины, привозят документы переплести. Я пришел к ним за зарплату. Они показывают, мои томаты стоят. А документы обыкновенные там. Ты посмотри, как томы, говорит, в Ленину стоят. Видите как? Это все очень интересно. Интересно так заниматься-то. Вот сегодня мне один написал. Все стареют где-то. А почему вы не стареете? И мы знаем, спортсмены уходят, выработали. Вы живете благодаря опыту. И ваш опыт только увеличивается. Вечно не видно. Ну мне вот в субботу будет 78. Два года уже и 80, если так и доживу. И я даже с собой не чувствую возраста-то. Я с молодежью все время. Вот видите, какие занятия. Вот сегодня собрание. Через неделю выстоим. Я все время, я только сейчас зашел. Вы написали, может, раньше. А я ради воскресенья пришлось брать молоток, ножовку и идти там. Важное дело. Погибал материал и спасать его надо было. Пошел с товарищем, с другом, с братом. Сделали, а бегом назад. Я сейчас еще не приехал потеряю, а уже с одним договариваюсь, ты дня три можешь со мной побыть. В лесу пилить определенный диаметр деревьев, длины такой-то сваи делать. И сегодня договариваюсь еще трех работников, чтобы приехали ошкурить, заострить и забить. У нас-то мостик один прорывает вода, из-за него падает в другом месте вода. Я еще здесь, а у меня уже планы там, я уже весь там нахожусь. Закончено все. И никто на это место, никто не пойдет. Пруды, пруды восстановить. Новый пруд теперь, там будут где дети. В прошлом году Роспотребнадзор напал. Я сразу ликвидировал лагерь. Я мгновенно пересчитал все, что может быть. Они напали в 22 часа, я через 5 минут лагерь ликвидировал. Он до 45 лет бился за него. А как так? Не знаю, сразу собрал собрание на завтра. Я объявил лагерь, нет, расформировано. Ему сейчас и передано на деревне, нас там нету. Мы покупаем несколько домов и будем приглашать сюда людей. Все кончилось. А в дома они пока не вхожи. Вот у меня в прошлом году был мальчик один из Канады. Из Канады. А отец, ну видишь, что сын-то не такой растет. Большой сын-то уже. Ну и может быть еще что-то видит. Ты нашел, что наш лагерь единственный такой. Представь себе, он едет где-то в Женеве, пересадку делает. Потом в Москве, потом в Барнауре. Самолетом только три пересадки. Ну, а теперь еще тут его такси будет ждать, да привезти в Потеряевку. Он уехал и сына-то забрал, он за ним заехал. И больше ни привета, ни ответа. Видимо, ну сын-то тут работает, начал учиться. И вдруг сейчас выходит и говорит, мы опять к вам собираемся. Так у меня еще есть дочери. Еще две дочери и с матерью к вам едут. И уже сегодня говорят, билеты взяты. На какой день? Он был один, а нынче четвером. Из Канады. Да, интересно. Ну вот интересно будет осенью, покажем, да. Да, Игнать Тихонович, я вот тут недавно был в Белоруссии. И там меня один брат научил тоже переплетение книг. И вот мне это очень заинтересовало. Однако на самом деле наука-то такая... Так, минуту. Так, подожди. Говори. Давай. Да. Ну все тогда, слава Богу, что умерла, отмучилась. Ну все. Она верующая была? Ну, на славу Божию. Хорошо, за упокой помолимся. Спаси Христос, что звонишь. Вот интересно. Пришла сестра сегодня одна и помолиться. А такой сестра сильно страдает. Сильно страдает. Потом меня догнала еще помолиться. Господь, да будет воля Твоя. И сейчас звонит. Уже померла. Одна подходит мне. Говорит. Замучилась. Мужик здоровый такой. Говорит. Бьет и все. Говорит. А сама уже пожила. Такой обманщик. Так втерся в доверие. Говорит. И моя мать поверила. Все. Ну помолись о нем. Я пришел, помолился. Она звонит. Помер. Говорит. Помер. А другая сестра услышала. Подошла, что у нее так. Я говорю, что он духовный киллер какой что ли. Я воли Божьей прошу-то. Я помолился, а он помер. Я при чем тут. Я же не просил, чтобы убей его. Я говорю, Господи, обрати его на путь покаяния. Если по-другому никак нельзя. Сестра изнемогает наша. И вот она сейчас, видишь как, отмучилась. Говорит. Отмучилась. Слава Богу. Будем за упокой молиться. Прошло. Ну три часа. Прошло только все. Три часа. И человека нету. Поэтому я этим говорю, который нападает. Я говорю, ни одного нету неповрежденного. У них сразу воспаление мозга или еще что-то начинается. И отстаньте. Они давайте от прощения просить. Я говорю, не трожьте. Я не свой. Люди говорят, а вы о себе думайте. Мне думать не надо. Я предупредил, а твое дело. Налетай. Я тебя пальцами трону. Но ты попятишься сразу. Зубы будешь в пригощи держать. Я когда рассказываю, что Бог делает. И непостижимо даже. Вот у нас нападали, когда в лагере еще были. В лагере. Ну и печатает статьи. Московский комсомолец. Очень известная такая газета. Паршивка. На Алтае. Ну и вот находят. Самольцев Александров. Лучший журналист. Пишет статьи. Участвует в этом деле профессор. Меня оповещает. Еврейская организация ВНСР. Ополчились. Там все это против меня. ГТРК местное. Радио. Вещание где-то. Я приехал когда и потребовал, называется, сатисфакция, удовлетворение. Вы неправду говорите, а этого нету. Даже слушать не хотят. Я не знаю сколько я месяц не пробыл. Главный, который писал статьи, находит убитый в парке. Зарезанный. Зарезанный. Лучший журналист их был. Этого с работы выгоняют. Третий запрещают. То есть, этого профессора в подъезде кто-то остановил. Изрезали ножами. И резали задницу ему. Удивительно, говорит. Резали не живот, а задницу. Который с еврейской организации бежал неизвестно куда. Я говорю, при чем тут я? Я ничего не делал. Я с места не двигался. Но я молился, Господи, дай защиту Твою. И весь сказ. Нападают трое. Трое важные все люди. Я не успел еще вернуться из заключения. Они уже умерли. И прокурор. И молодой, не молодой хотя, но 50 лет следователь. И при том гайморит всего болезнь какая. Умер. Я же его не трогал. Почему? Потому что Бог видит. У меня защиты нету. Я хотя занимался спортом и боксом. Я ничего не делаю никогда. Только молюсь. Это то, что я говорю, это все знают. А кто прокурор? Мордовин Яков Иванович. А кто умер? Курьят. Владимир Кузьмич. Алтайская кровавая прокуратура. Мне что скрывать-то? Их нету. Нету никого. Притом все моложе меня были. А вот когда в страданиях гонят и прочее, ты только закаляешься больше. Больше уповаешь на Бога. Я неоднократно это видел. И когда люди просили за них помолиться, священник один, на него нападает уполномоченный. Уполномоченный это генерал-майор в отставке КГБ. Старейший служитель, там протоиерей один, там трое, там кто-то еще помогает. Никого нету. Тут у нас одного брата верующего посадили, Владимир Суртаев. В Кытманов был священник. Ну что-то там дом купили, он как-то на жену перевел, что-то там с этой связанной. Ну и патриархию-то подали. Епископ Антоний тогда был, Мемосендич. И главный развил, который против него, это кассир, или как его назвать, кассир, епархии Аносов, Симеон. Сильно, большое участие принял здесь Капранов Дмитрий, он благощинный округа где-то был. Я ему передачки носил, он сидел в тюрьме. Ходил, ходатайствовал за него. Его выпустили. Архиерей, 41 года, внезапно умирает. Даже не болел у меня. 41 год. Но ясно дело не в своем сроке. Тому 39 лет настоятель умер. А Аносов, который это был, шофер, вес его убил. Шофер его убил. Трое, которые были против, ни одного нету. Пространство чистое. А он вышел из тюрьмы и стал ходить к нам на богослужения. А до этого людей травил, у них Богородицу не посчитают, у них икон нету. А теперь пришел и Богородица, и каноны считаем. Я говорю, зачем же ты говорил-то? Зачем? Ты говорил-говорил, а зачем, чтобы к вам люди не ходили? Да какой же ты священник-то? Людей-то не этим привлекает. Людей привлекает искренность, открытость. Добродетельная твоя, прощение. Ты не напоминаешь ему об обиде старой. Вот и все. Игнать Тихонович, хотел спросить по поводу переплета книг. У вас нет роликов? Есть, есть. Я уроки проводил. Я уроки большие проводил. Тогда еще не снимал. В университете специально курсы провел. Я выпустил много этих переплетчиков. Священники приезжали, диаконы учились. А потом здесь я, у меня уже нет переплетного, я все отдал. Но я показал иголкой, как нашивать старинным методом, самый проще, на шнурах. Вас учили это? На шнурах нет. О, так тогда вы ничего и не знаете. А как это на шнурах? Как это на шнурах? А вы старинные книги возьмите, посмотрите. На корешке у него. Это у ней не ограничена толщина. Вот эта книга, если толще, ну, 1100 страниц, она уже колеблется, ее гнет. А это тысячу страниц даже не замечаешь. У ней может быть 5000 страниц. И она такая, как есть. Корки в палец толщиной только делаешь. Корочки. Ну, еще вам показать. Я маленькую сейчас покажу. Маленькую. Так, муточку. Ой. Это я когда выезжал с Америки. Ну, а у них там из типографии Жорданвиле-то книги выпустили, а корочек нет. Я говорю, я сам переплетчик. И вот эта вот книга, это я уже ее переплет. Она без переплета была. Видно вам или нет будет? Да, видно. Русские подвижники. Ну, так она книга-то это не тоненькая. Вот вам здесь видно будет или нет, сколько страниц у ней? 908. Вот так. А, 901. Ну, вам видно какая? Да. Это мой переплет. Я его переплел. А переплетать-то что? Вот это обои, обои. А на стенку клеют. Вот как ее обрезать надо было. Это я сам обрезал. Где-то. Вот она как выглядит. Дальше. Вот у меня дневник я веду. Вот он у меня лежит где-то. Видишь как? И в нем я, это оттиск такой, крест. Вот туда вдавленный. Железный такой сделанный. И вдавливается. Это обыкновенная клеточная тетрадка. Пополам перегнута. Дневник у меня. Здорово. Полное, совершенное открывание. И здесь... То есть вы... То есть вы не на марлю делаете? Ее не оторвать нельзя. Это в клетку тетради делаю. Знаете, Тихоник. А? То есть вы делаете не на марлю, а на шнурки? А на шнуры. Как на марлю я ни одно не делал никогда. На марлю это так, липа. А у вас роликов, как вы это делаете, нету? Есть. На канале есть? Года два назад я ролик поставил такой. Ой, надо, чтобы вы мне послали. Я не найду. Да найдете. А как называется? Я посмотрю, переплет. Это старинный метод. Как обрезать, как закруглять. Вы на наши книги-то видели, какие у меня вот Новый Завет, трехтомник? Да, видел. Красные? Ну да, красные-то. Видел, да. Это наша из... То есть я заказал. Они специально купили машину, но это не я переплетал. Так они книги-то стоят в королевских библиотеках, мне сообщают, у президента Путина. А я никто. Мошка, бложка. Это наше издание. Притом лучшее, какое когда-либо было издание Блаженного Фефилакта. Симфонию показывают. Да любую книгу. Это интересное дело. Интересное, говорит, сегодня на прудах потерявших будет. А чего там будет? Откровение. Кому-то голову снимут, и она покатится. Вы Валанта посмотрите, когда он говорит. Зарядите. Мастер Маргарита Валант. О смерти. И там он когда сидит и беседует. Да, я помню. Ну вот об этом я и попутно его припомнил. А у нас вот, я так понимаю, к крестным ходам вы негативно относитесь. Абсолютно. Ну ладно. Они ничего не дают, во-первых. И обман один вселяет в людей. Не крестные ходы, а подвое. И то, говорит, в разные стороны. Как товарищ Ульянов учил. Зачем крестные ходы? Крестные ходы нужно только для того, чтобы обойти город Ерехон, чтобы стены упали. Вот где крестный-то ход был. У нас было в Потеряевке один такой безобразник поселился и стал безобразничать ужасно. Просто ужасно. Высказать нельзя. Его ничего нельзя было делать. Мать тут какой-то занимает пост в городе. Он грозить все начинает. Там за него еще кто-то пошел. Мы ничего не могли сделать. Он пошел на всякое тяжкое. Нет такого греха, который бы он, говорит, не успел сделать. Мы тогда решили сделать крестный ход. Предупредили, который за него был, а их дома рядом. Но он, правда, вечером прибежал, упал и давай плакать. И я не знал то другое про него. Когда открыли, что он делает-то? И он тогда... Не надо. Его усадьбу мы не захватили. Не захватили. А только этого. Его буквально к утру уже не было. Стены пали. Ему тогда передали там-то три года, чтобы ноги здесь не было. Потом он дом продал, смылся и больше его не было. Пошел то в Баптисты, то еще куда-то. То есть абсолютно бессовестный человек. И выхода никакого нет. А который с ним был рядом, у него трагедия в дому. Трагедия. Он теряет сына. Ужасная трагедия, притом неповторимая. Даже придумать нельзя, каким образом. Так что в этом будет виновен тот, кто больше всего ее любил. Мы ничего не делали. Мы просто предупредили. И мы видим, что это не человеческая сила делает-то. Человеку это нельзя сделать-то. Мы знаем грозного нашего судью. Тут крестный ход потребовался. И когда тут появился птичий, там свиной гриб и прочее-то, сделали еще один крестный ход. Два раза было. Батюшка прошел по деревне. Ну как, ведро несли там. Несколько человек. Шли, он заходил во двор и все, крапил. И у нас ни одна ни курица, ни свиня не сдохли. Ничего не было. Может быть, кто-то специально травил их. Я сильно-то не верю в эти спид-то, проще. Все это обман. Афера. Я где-то вот смотрел видео, что спида вообще нету как болезни. Да. Ну, не знаю, насколько это. Но спид там, где, говорит, не с тем спид. Да. Да. Ну, опять же, вот кто-то будет слушать, смотреть и скажет, а он хвалится. Но я хвалюсь Господа. Моего там еще не делал. Я эту руку не поднимал. Я ничего не делал. Вообще не касался даже. Мне это известие только прислали. И все. Угу. Сколько? Другой человек увозит. Кто-то там работает над ними, закачивает их, и они под замком стоят. А потом я снимаю. Каждый день снимаю 6-7 замков. Столько роликов. Каждый день. А вы уже и название вы тоже даете, да? Название даю только я, потому что это мое детище. Угу. Вот такое бывает, спрашиваю, согласен. Проходит неделя, только поставили. Я прошу уберите, у меня проблемы на работе. Ну, врет. Какие проблемы? Никто не знает про этот ролик-то. Он начинает трястись, его лихорадка трясет. А я больше никогда ему не отвечаю, в черный список занесу, и больше с ним ни слова не буду говорить. Он не держит свое слово. Тут в беспощадном надо быть. Зачем? Мы договорились. Ты скажешь, а я не хочу, я сейчас же выключаю, отошел. Мне зачем ты нужен такой, когда ты хитришь и мудришь? У меня... Получается у вас сократиться количество роликов в день, да? Да не знаю. Я думал, что сократится в городе-то. А получилось нет. Там работают, присылают наши деревенские... В прошлом году я был, мы все выставляем. А зачем? Затем, что люди... 21 тысяча сел разрушены, они знают, с чего начинать. Мы конкретно показываем, как делать. Какая должна быть община. Как молиться. Как вести дружбу. Как зарабатывать деньги. Как быть неголодным. Как уметь десятину платить. Чтобы быть в церкви Христовой. Чтобы архиерей приезжал. Вот как. И мы-то находимся в зарубежной церкви по сегодняшний день. И нас только две общины наши остались. На весь Советский Союз. Мы не с места никуда не сбегаемся. И тогда мы не поносили. И здесь нету... Я говорю только... Ну, теперь у меня есть на кого ссылаться. На Осипова. Он говорит, что у нас в православии-то делается-то. Я думаю, больше всех он перепортил православие. А теперь начал говорить правильно. Может быть, его пробило это. Сейчас вот я могу даже это показать. Такой Головин Владимир. Город Болгар. Очень известно. Ну и он сам его спрашивает. А к вам гордость не подходит? Он говорит, какая гордость? А с чего? И перечисляет. Я вам скину это. Перечисляет там Ткачева, Смирнова. А потом говорит, еще есть один человек такой. Он давно уже. Он такой горячий. И такие знания, писания. Я его назову. И называет меня. Мне показали. Я вам скину. И вы сами его послушаете. Он простой такой, батюшка. Хороший. А я знаю, я его знаю. Ну вот. Дальше коску Максим тоже много ставит. Ну, ему тоже вопрос подкинули. И он отвечает. А зачем он не обменяетесь? Спрашивает. Я в том городе даже не был ни разу. Спрашивает. И он говорит. Я еще могу сказать-то. Игнатий, ну, он проповедник. Много страдал. Миссионерствовал. Вот. У него в доме обратился Геннадий Впаст. А я от Геннадия Впаста. Так что я его внучатка. Я его внучатка. Потому что, что Геннадий? Он правильно отвечает-то. Вот и проще. Кому-то не нравится. Говорит, на всех не угодишь. А он делает так. В интернете большую работу ведет. Спрашивает. Олег Синяев. Батюшка такой есть. Видели, нет? Да, конечно. Он спрашивает. Он говорит. И то же, что говорит-то. Они не знают, что эти другие это отвечают-то. Это вопросы-то им задают. И прямо мою фамилию называют. А он говорит. Я знаю. Он много страдал. Он отважный полемист такой. С сектантами. И строгий. Как-то подвижник или что-то такое слово какое-то. Такое. Но, говорит, это была предстоятельская власть. Я давно его не знаю. Поэтому сказать еще не могу. Огорчил. А он же Андрей такой раз еще говорит. Он меня возьмет. Дливаться некуда. Говорит. Самый знаменитый проповедник современности. Там еще несколько человек. А я себя таким не считаю. Я просто люблю моего Господа. И мне охота спасти свою душу. А что они говорят? Еще я буду говорить. Я не такой. На меня поносит в сто раз больше. Ну и маленькие веса выравнивают. Один плохо скажет. Другой хорошо. Как Николай Сербский говорил. Что когда тебя хвалят. Помышляют о том. Чтобы с достоинством. Перенести не эти. Наоборот. Да. Плохие какие-то вещи. Игнать Тихонович. Я вот знаете что хотел сказать. Вы очень много умеете. У вас руки растут откуда надо. И ну. Ну а в последнее время в интернете очень популярны стали ролики. Вот кто-то там. Ну что-то мастерит. Какие-то ножи делает. И очень это стало популярно. И я думаю. Если бы вот вам. Вот у вас есть как вы книги делаете. Вам бы снять бы ролик. Как вы делаете печку. У вас бы знаете сколько бы сразу людей пришло. Через эту печку к вам. Так я 40 лет печников был. Так вот надо этот опыт бы заснять. Я с закрытыми, завязанными глазами могу печку сложить. Вот вы как-нибудь. Кому-нибудь попросите печку сделать. И заснимите. Мне только сегодня один подходил. И прямо настойчиво просил. Я говорю нет. Я уже ушел. Это не мое. Но у меня все время была выработка 280-300%. Я был отчаянный на работу. Ненасытимый. Один день. А с ремонта сделал 6 печей. У меня здоровье крепкое. А тут я только через порог упал и сразу уснул. Едва до дома дошел. Неукротимый был в работе. Просто я к тому, чтобы показать вот это. То что очень много вы умеете делать. Сапоги зачинить. Печку сделать. Вот все, что вокруг вас. Вы все это можете сделать. И было бы вообще просто идеально, если бы кто-то бы это... Ну у вас, похоже, нет людей, которые монтировкой занимаются. Нет. Не монтируются. Не монтируют. Монтируют Сергей Козлов, больной, парализованный. Вот делает. Я вообще-то не сторонник этого. Но нравится мне хорошее. Но начинают упрекать. А вы вот то-то вырезали, а вот это вставили. А мне никогда никто не скажет. Я не умею. Как есть. Вот поговорили, так я и вставляю. В этом есть преимущество. Меня никогда никто не упрекнет, что я подыгрываю сам себе. Ну это да. Это да. Ну вот просто, если, например, снимать, как печку делать. Если все целиком снимать, это надо снимать в 6 часов там. Да. А с монтажом можно сделать в полчаса. И красивый ролик сделать. Сделал там с одной места, с другого, с третьего. Да, это можно было бы. Можно. Но я не хочу. У меня с поясницей не все в порядке. У меня же три грыжи. В позвоночнике. Я на тяжести. Когда несешь там рельсы, люди-то прогибаются, а я посередке стою. Вся тяжесть на двоих, на троих, на тебя падает. У меня раздавленные межпозвонковые прокладки-то эти. Хрящи. Меня операции сделали. Операции вырезали там выступы. Я на коляске катали. Нервы пережеванные. Ну ничего. Вот интересно. Я спрашиваю. Батюшка нынче у нас, отец Аким был там что-то с желудком. Аппендицит, кажется, что-то такое. Ну я говорю, вы наркозы-то когда были все? Я говорю, что видел? Ничего. Кого не спрошу, никто ничего не видел. А я видел. А что видел? Ну вот как-то ко мне этот шланг-то в рот засунули. И я сразу увидел, что я в лагере нахожусь. Солнечный день. Ребятишки сидят светлые. И какие-то светлые-светлые юноши. Я таких никогда в жизни не видал. И они ходят, и что-то моим детям раздают. А я в стороне стою и смотрю. Покрыто все таким ярким светом, не слепящим глаза. А понимаешь, такой, который как бальзам на душу ложится-то. И ты поочнулся, кто-то со мной разговаривает. А это пришел хирург, и меня щипет за ногу. Чувствует или не чувствует? Я говорю, чувствую. То есть перерезали нервы или нет-то. Закрыл глаза, маленько полежал. Глаза открываю. Губернатор края стоит рядом. Губернатор и делегация немецкая из Германии. И никому не пришли. А вот так должно было быть. Они в реанимации приехали. А мы знакомые. И они подошли и спросили, как дела. Я сказал, все. Я всегда прошу, чтобы мне не давали ни таблетки, ни обезболивающие. Но тут не согласились. Они говорят, помимо вас, у вас мышцы сократятся. А это значит будет новый разрез. Это нельзя. Никак нельзя. Это не ногу пилить. Это столб нервный, на котором все зависит. И ноги, и коленные щашечки. И все. То есть я начну еще рассказывать. Люди даже не верят. Неужели можно так просить, чтобы операцию делали без обезболивания? Я хочу пострадать, как мой Христос говорю. А это я помню, у нас был батюшка Тихон такой. И он, я запомнил, ездили мы тогда к зубному. И ему врач говорит, давайте вам наркоз. А он говорит, нет, Христос страдал и мы потерпим. Я тоже когда к врачу выходил, а так к зубному. Я никогда не разрешал ставить укол. Никогда. А тут еще у меня зуб один откололся и острый язык режет. Но я Егоре сказал, он пришел, взял большой рашпиль, напильник-то. И во рту у меня напильником пилит зуб, и мы все это засняли. У него дочка-то врач. Я говорю, ты возьми напильник. Так нельзя, с работы, говорит, снимут сразу. А я говорю, а ты фермер, тракторист. И он от трактора пилел, мы маленько его спиртом протерли. И он во рту у меня начинает пилить. Это надо смотреть. А я видел, кажется, видел. Ну, вот такое дело. Ну, иногда и посмеешься, что тут по-хорошему. Я ни над кем от собой. Я сейчас посмотрю переплет. Найду, думаю. Потому что мне вот будет интересно этому... Я там был в семинарии в Витебске, и там такой серьезный такой семинарист уже в возрасте. Парень такой. Прямо вот видно, что серьезный верующий. И он меня это научил. Я там у него кое-что заснял. Но вот видите, вы говорите, что марли это вообще... Да, да, нет. Ну, марлю можно пришить. Марлю можно, будет там держаться. Ну, что сравнивать там марлю? Марля, она у него будет морщиться и перетягиваться на один бок. Это я знаю. Это машина, когда шьет на марлю, там еще годится машина. А вручную это перекос все время идет. Кроме того, я изобрел метод один. Называется капроновая крошка. Я так назвал ее. Когда отдельные листики. Когда тебе надо архив свой создать из писем. Что-то ты кому-то писал. Не прокалывать. И как я его зажимаю в тисочки. Я их сам делал в тисочки эти. И дальше пропиливаешь. И как этим смазываешь. И тонкие капроновые шнуры мелко делаешь. Как это. Вот веревочки обыкновенные. А потом шире. К форзац листу они приклеиваются. Если там еще, ну больше ничего и не надо. А дальше каптал приклеиваешь и все. Меня вот заинтересовало. Он сказал, что вот все вот эти софрины и прочие. Они специально так делают книги. Чтобы ты год попользовал. И она развалилась у тебя. Ну да. Может быть и так. Ну про книги я не знаю. А что она развалилась? А кто будет делать? То новую покупать? Ну что китайцы будет делать, то да. Вот мне какой сделали. Это вот. Вы видите как он? Он не просто так. Он именно выступ. Я его нагреваю. Зажимаю в тисочки. Сверху бью. И он отпечатывает. Вот у меня какое было. Тиснение делал. Вам видно? Да, здорово. Да, видно. А вот. А тот-то брат делал обложки даже не из обоев, а из кожи, из старых каких-то плащей там. Делал прямо кожаные обложки. Ну, кожаные. А я делал, режут сиденья, дерматин. Его продают. И дерматином. Ну или дирин надо доставать, его продают в магазинах. Я не знаю, переплетная бумага хорошая передают. Ну, надо знать где. Да, ну, ладно. Я тогда буду это ждать. Да, немножко подождите. А если не нашел, значит не нашел. Но вы имя, фамилию всегда ставьте. Зачем это бионика нам? Ну, у меня просто уже 10 лет этот условный. Мало еще 10 лет. Ты теперь другой. Если мы встретились с вами, то вы тем уже не можете быть. Мне все говорят. Вы, говорит, у нас как лакомусовая бумажка. Я говорю, теперь вами все определяю. С кем бы ни встречался, то, что вы говорили, и притом, говорит, обезошибочно на 100%. То, что он слышал, он применяет другим людям, и сразу видно, кто он такой. А как? Молитва. Молитва и чтение Слова Божия. Не торопись. И Бог укажет тебе. Надо любить чистоту в Боге. Радость в Боге. Вот мы едем, еще ничего нету. А я забочусь теперь новые дома отремонтировать. Кухонные какие комбайны там купить. Как готовить? Продукты, муку, печи. Как это все надо сделать будет? Свои там будут пирожки дети стряпать сами. Это столы надо сделать, койки или как эти сделать, нары. Матрасы, одеяло. Я все должен взять на себя. Ответственность. Купаться будут. Я 45 лет отвечал за тысячи людей. Против меня уголовных дел сколько возводили, и все лопнули до одного. Ничего нету. И ответ дает прокуратура. Дети чувствуют себя прекрасно. Это не юридический язык. Ни больных, ни жалоб, ничего нет. А у меня в уставе написано физическое наказание. Физическое. Я их наказываю, детей. Приезжают, осматривают. Кандидат медицинских наук. Прокуратура. Ничего нету. Ребенка спрашивает, вас бьют? Он говорит, никто не бьет, нас наказывают. Ребенок говорит, не бьют, а наказывают за проступки наши. А тебя наказывали? Наказывали. А почему? Так я матерился. А сейчас, говорит, не матерюсь. Я отучился. А еще что-то. Ну, я, говорит, сестренку всегда бил, а сейчас я пальцем не трону. Я люблю ее. Он научился. Все здесь. Почему? Бог. Благословение Божие во всем. Благодать. А те, которые на меня ропщат, клевеющие священники, у них ничего нету. Ни вчера, ни сегодня. Я говорю, у тебя сколько роликов стоит? У меня. Ну, конечно, с тобой же разговариваем-то. Ни одного. Ну, вы еще сравниваете. А вот, оказывается, я нашел. У меня просто, понимаете, в чем дело. Оказывается, надо было добавить просто имя в скайпе, а оно у меня не было добавлено. А вы, наверное, нашли? Да, вот, сейчас. Как он называется? Так, сейчас, секунду. Тут надо еще выбрать страну, просит. Так, вот, сейчас я нажму сохранить и должно... Вы всегда, когда что-то закладываете в стихи или что, добавляя Игнатий Лапкин, и оно сразу на первое место вытащит. А вот сейчас у меня, посмотрите, должно измениться это. Ну-ка. Что у вас есть там? Ну, не кличка это, а имя и фамилия. Нет, не кличка. Как ролик называется? Вы о переплете говорите? А, да, про переплет, про переплет. Ну, запишите, переплет. Игнатий Лапкин. В ютубе только, в ютубе. Оно так и называется, да? Ну, может быть, так, слово переплет поставьте. Я не знаю, как дешевый переплет, кажется. Я все делаю максимально дешевым. А насколько дешево? Я говорю, бесплатно. А вот, Игнатий Тихонович, у меня вот отец спрашивал, чем, говорит, отличается мышелоинство от того, что мне, говорит, каждый кривой гвоздь дорог и ничего не выбрасываю. Не выбрасываю я никогда. Все выпрямляю. Ну, это не мышелоинство, правильно? Какое мышелоинство? Как одна пришла, батюшка говорит, батюшка, мышелоинство виновата. Она говорит, а как? Я, говорит, на санэпидемстанции мышей травила. Ну, ведь мышелоинство, это вот этот, Плюшкин, да? Да нет, не Плюшкин. Который все подряд собирал. Ну, и что собирал? За это-то его никто не обвиняет. У него гибло. Гибло это все. Да, вот то, что гибло, да. А у меня не хватает. Я работаю. У меня два горшка гнутых гвоздей. Как свободное время выправляем? И все опять забиваем по новой. Ага. Вот я нашел ролик-то. Полтора часа он. Да, и что там, как называется? Переплет книг и реставрация. И совсем даже недорого. Ну вот, так. Видите, как? А я думал, дешевое там. Совсем даже недорого. Хорошее название. Да. Я тогда его сейчас поставлю на скачку. Но у меня в руках не было инструмента. Я просто показывал. Показывал. Это такая, знаете, на троечку, на слабенькую. Когда я их сшивал, и одновременно по 15 книг примерно, как их просушиваю, все показать. Сейчас ничего у меня нет. Я раздал. Я вовремя успеваю отстать от какого-то дела. Вот кто-то пишет стихи. Я пишу, у меня священник благословлял. Меня никто не благословлял. И вот я не хотела писать, а написала. Писать мне или не писать, я и так не считал. Я помолился, встал. Стихи идут в голове. Я уже сказал, больше не буду. А почему? Не знаю. Три тысячи четыреста шестьдесят семь стихов по девять куплетов. Я однажды решил узнать, а много это? Это Пушкин, Некрасов, Лермонтов и Блок. И это меньше. Так у них ни одного стихотворения такого нет, как у меня. Все стихотворения божественные на основании Библии. И у вас это проповеди? Да, так называется проповедь в стихах. Проповеди. Там такие словососчитания. Я говорю, я их в рифму пинками загоняю. Я как-то был в литературном институте, а там преподавал Лев Ашанин. Поэт такой. Ну и молодые там поэты собрались. И я попал как раз туда. Ну и мне дали слово сказать. Я дорогой написал стихотворение про сыган, как они в вагоне ехали-то. Но по одному стихотворению считали. И все сказали там, Лев там Александрович, дайте еще сказать. Я еще сказал, еще. Я стихотворение четыре рассказал. Так он говорит, у нас такое впечатление, будто ветер ворвался, все наши форточки открыл. Да. Я сейчас, Игнатий Тихонович, я сейчас тогда этот ролик этому брату из Белоруссии отправлю. Да нам стыдно даже. Я уже ему посылал там ваши ролики, потому что он действительно редкий такой семинарист, чтобы такой серьезный парень был. Ну что, пусть во славу Божию. Потому что, видите, кто против настроен, он может меня в любом месте поймать, в любом ролике. Не, не, он это не такой. Ну раз я выставил, это значит, я на всеобщее обозрение это выставил-то. Поэтому можно пересылать, делать, говорить. Ну что он извлечет? Вот которые мои друзья, они говорят, я все нахожу в ваших роликах. А другой, который составляет там эту пакость всякую, то он находит во всем плохое. Он читает Библию, и в Библии видит другое. Он ставит свечку к Богородице, а думает по-другому совсем. Я говорю, неужели такие мысли приходят? Да. Мерзавец. Вот это действительно от внутреннего чего-то зависит. Вот что у человека внутри, он то и будет к нему притягиваться. Вот, допустим, вы сказали, вот вы занимались тем другим, я дрессировал собак, дрессировавших собак. Это, понимаете, очень непростое дело. Очень непростое. Надо знать, какая порода, какого возраста, как, чтобы она за тебя готова была жизнь отдать, собака. Вот тогда дело другое. Я вот с одной собакой поехал, а у нее никакого звания нет. Мне дал один наш, Сергей Пупков. Я с ней вернулся, а дорогой я с ней занимался. Он, не то что я научил ее, но так Господу угодно, она стала чемпионом Сибири. Мы на следующий раз проездили, вернулись. Он пошел на соревнования после поездки. Она стала чемпионом России, не Сибири, а России. Вот, Игнат Тихонович, это вот вы рассказывали, с собакой-то вы гнались там за зэком. Это вот та самая, которая с вами ездила? Нет, это другая, другая собака. Та моя была Рена. Рена. А это Ураган. Это Кобель, а та была сука. А то привыкли называть. Щенка разве... Так что он мальчик или девочка? Ну какой мальчик? Мальчик, это человек. Кобель, кобелек. Маленький кобелек, а это маленькая сучка. А почему боятся? Потому что этими именами людей называют. Мужик неверный, говорит, он кобель безхвостый. Он, говорит, по всем бабам принюхивается. А она сучка подол подняла, говорит, и все время в охоте. И поэтому эти названия сучки, они оскорбительные кажутся. А суха, в ней в паспорте написано сука, не написано женщина. А вот, Игнат Тихонович, последний вопрос. Как давно у вас на канале реклама появилась? Не знаю. Говорят уже, сколько человек. А что она означает, реклама эта? Что там показывает-то? Меня упрекают, что какие-то деньги... Я даже не понимаю, о чем речь идет. Какие деньги? Нет. Это просто, скорее всего, ваши модераторы сделали такую возможность. Ну а что, там вредит кому-то? Нет, это не вредит. Просто смотришь, смотришь, и порой в один ролик там раза 3-4 выскочит. Вот, 5 секунд. Ну, 5 секунд это немного. Можно убрать. Я вот любой ролик смотрю, и везде выскакивают. Я никого не спрашиваю. Ну, 5 минут я подожду. Я смотрю много очень про военные темы, документальные фильмы. Меня особенно интересует Гитлер. Я знаю его таланты. Уже секретарь, что говорила, все знаю это. И все равно не могу нигде найти его переживания, когда началось отступление, крушение его. Внутреннее переживание его. Меня вот это интересует. Когда он понял, что сатана обманул его, обольстил. Что он не прислушался, когда говорили ему. Не трожь евреев и не ходи на Россию. Подавился. Проклятый. Бесноватый. Это умный самый человек был. Это был военный деятель, как угодно. Он, Сталин, хуже его в тысячу раз. Людоед. А Гитлер это патриот своей Родины. У него крест был в Первой мировой еще войны. А какие картины так красивые у него? Да. Ну вот я просто интересуюсь. У меня психология меня интересует. Внутренние переживания человека. Вот подводная лодка, затонули. Выхода они. Чем они занимались? Кто молился? Вот и записки считают успели. Меня всегда интересует внутреннее. Примирились ли они с Богом? Вот я говорил, когда у нас сеньер тонет, тонет. И в это время я пишу стихотворение. Рыбацкая шхуна с волнами боролась, Стремительно крен возрастал. Смятение росло, но раздался вдруг голос И всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала, Был лопасти, виден плавник, Как туша убитого кем-то финвала, Корабль под ударами с них. Остались минуты, а дальше развязка Объятия холодной волны. Над пропастью мглы с ледяной повязкой О чем бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых Мелькнут в феерическом сне, На жизненной грани, на жутком изломе, На вечно девятой волне. Иные клянут капитана, стармеха, Проклятия всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха И брошена разом в волну. Иные от страха сидеют минуты И умерли прежде конца. А если не вышли, Совсем из каюты призвали на помощь Творца. И дальше последний Купета пишу так. Когда мой корабль опрокинет пучина, А рот поперхнется волной, Дай Боже, чтоб к небу Своей кончиной Других я увлек за собой. И это порывается. Вы можете зарядить сейчас. Здесь? Рыбацкая шхуна с волнами боролась. Запишите. То есть, ага, сейчас. Рыбацкая шхуна с волнами боролась. Игнатий Лапкин. В ютубе. А ну-ка, найдете, нет? Там, кажется, 68 стихотворений моих положено на музыку. Рыбацкая шхуна. Да, есть. Ну-ка, включите, как она будет? А этот... Там вот вы в конце-то прочитали. Это ведь не про корабльопрюшение. В Вере вы имели в виду? Конечно. А просто про реальный корабль. Так, ну где-то. Вы играет, нет? Поет? Сейчас вот загружается. У меня со скайпом вместе медленно работает. Ну, да. Ну вот, вам слышно? Ну, включите больше. Не тянет. Ну, ладно. Когда кончим, тогда зарядите и прослушайте. Ну, у меня звук тихий. Может, вам из-за этого не слышно. А-а-а. У меня один динамик не работает. Ну, понятно. Ну, я в наушниках потом послушаю. Хорошо. Ну, все тогда, наверное, да? Да, спаси Христос, Игнать Тихонович. Слава Иисусу Христу! Держись крепко за Христа и спасайся в православной церкви. Вот такой лозунг. Спаси Христос, до связи. Здесь все святые.